Российская армия выпустила две ракеты по Одессе. Известно о многочисленных убитых и раненых. В бюллетене еще никогда не было так мало фамилий. Россияне выбирают из четырех кандидатов на президентских выборах с известным результатом. Десятки людей убиты и ранены при ударе по пункту выдачи гуманитарной помощи в Газе. Палестинские власти обвиняют в обстреле Израиль. В Гаити ждут создания переходного президентского совета, но пока в стране по-прежнему царит хаос. Число жертв российской ракетной атаки на Одессу возросло до 16, сообщают местные власти. Первая ракета попала в жилые дома. Спасатели немедленно прибыли на место взрыва и приступили к тушению пожара, разбору завалов и поиску людей. В это время упала вторая ракета. Среди жертв фельдшер и сотрудник экстренных служб. 55 человек, госпитализированные с ранениями, заявил глава региона в обновленной сводке, уточнив, что 200 одесситов и гостей города уже сдали кровь для пострадавших. В региональной прокуратуре объявили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, а также умышленного убийства. Накануне российская армия обстреляла жилой дом в Венецкой области в Центральной Украине. Один человек погиб на месте, его супруга скончалась в больнице. Село на Сумщине регулярно обстреливают дронами, шахеты, ракетами. Местные жители восстанавливают свои дома после атаки очередного российского беспилотника. В ночь на пятницу было зафиксировано 15 обстрелов приграничных территорий. Продолжение следует... Долейтся в СССР приграничных территориях в ВПЗ в зависимости от операционной гендですね. Дивидуга и территория в ВПЗ в 2020 в переговоре в СССР early в 2020 в 2020 в 2022. Местные жители могут срочно ликовать эффективно-механировать на сети и два, и ликить Россия кпабилитетесь сниженом и сильным движимом. Жительный житом стеклянный лондон, где граждан, срочно мёдрей. Россия срочно репортима на новая мероприятия. В пятницу в России открылись избирательные участки для голосования на трехдневных президентских выборах, которые в отсутствие реальной оппозиции позволят Владимиру Путину оставаться в Кремле еще как минимум 6 лет. Государственные СМИ уже отчитались о рекордной явке и популярности электронного голосования на Дальнем Востоке в первый день электоральной процедуры. Помимо действующего президента, правящего уже четверть века, в списке еще три кандидата – Владислав Дованков от партии «Новые люди», коммунист Николай Харитонов и Леонид Слуцкий, унаследовавший лидерство в ЛДПР от Владимира Жириновского. Это малозаметные политики из формально-оппозиционных партий, которые не выступают ни против войны в Украине, ни против репрессий в стране. Часть российской оппозиции в изгнании продвигает акцию «Полдень против Путина». Призыв прийти к участкам в последний день выборов стал последним политическим высказыванием оппозиционера Алексея Навального до его смерти в колонии. По задумке Навального и его соратников, суть акции – дать людям возможность увидеть единомышленников, выступающих против режима. Прокуратура Москвы уже пригрозила участникам «несогласованных массовых мероприятий» уголовной статьей о воспрепятствовании выборам. При обстреле пункта выдачи гуманитарной помощи в Газе погибли 20 человек, больше 150 получили ранения. Такие данные приводят палестинские власти, утверждая, что удар по очереди открыли израильские военные. Цахал назвал сообщения ложными, добавив, что инцидент будет тщательно изучен. Тем временем глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром своего соратника, бизнесмена Мохаммеда Мустафу. Ему предстоит в течение трёх недель сформировать правительство палестинской национальной администрации. Аналитики считают это шагом по реализации плана послевоенного устройства Газы, который поддерживает Вашингтон. Белый дом приветствовал назначение, выразив надежду на, цитата, «далеко идущие реформы». Между тем, США ввели новые санкции в отношении трёх израильских поселенцев на оккупированном западном берегу, обвинив их в применении насилия против палестинцев. По мере обострения гуманитарной ситуации в секторе Газа, американский президент Джо Байден сталкивается с растущей критикой за свою поддержку Израиля. К берегам сектора Газа по новому морскому коридору прибыло первое судно с помощью. На борту, по словам гуманитарной организации Open Arms, находится 200 тонн продовольствия. Корабль отправился к палестинскому анклаву с Кипра во вторник. Сообщается, что там загружается ещё одно судно для Газы. По данному четверть населения Анклава страдает от острого недоедания. Помощь жителям Газа сбрасывают и самолёты. Но, как заявляют гуманитарные организации, морской и воздушный вид доставки товаров первой необходимости не столь эффективен и призывают Израиль обеспечить безопасные коридоры для автоколонн. Тем временем в Иерусалиме, в мечети Алякса, полуденную молитву в первую пятницу священного для мусульман месяца Рамадан совершили около 40 тысяч верующих. Об этом заявил генеральный инспектор израильской полиции Коби Шабтай. Вокруг старого города введены повышенные меры безопасности. Порядок обеспечивают свыше трёх тысяч израильских военных и полицейских. Власти Израиля опасаются беспорядков и террористических атак в Восточном Иерусалиме в период Рамадана. Насилие и хаос по-прежнему царят в Гаите, где сохраняется неопределённость относительно будущего руководства страны. Сейчас там действует чрезвычайное положение. Несколько преступных группировок контролируют большую часть форта Пренса и дороги, ведущие в другие районы страны. В понедельник непопулярный премьер-министр Ариэль Анри ушёл в отставку. Было объявлено о создании президентского совета переходного периода. Но он пока не сформирован, и кто в него войдёт, неясно. Продолжение следует... Надежды на стабилизацию обстановки связывают также с предстоящей миссией по обеспечению безопасности, одобренной ООН. Кения направит на борьбу с бандитизмом в Гаите тысячу полицейских. По меньшей мере, два человека погибли в американском штате Огайо, на который обрушился ночной шторм с торнадо. Шериф округа Логан сообщил, что тела жертв были обнаружены в трейлерном парке к северу от Дейтона. В соседней Индиане полиция сначала заявила местным СМИ, что ураган с градом унёс жизни трёх жителей мобильных домов. Позже в ходе брифинга чиновники подтвердили лишь информацию о значительном числе пострадавших, добавив, что ведутся поиски тех, кто мог оказаться в ловушке под завалами. В работе ресторанов быстрого питания «Макдональдс» в пятницу произошёл системный сбой. Сообщалось о закрытии на несколько часов торговых точек в Азии, Европе и Австралии. Пострадало и приложение «Макдональдс». В заявлении корпорации говорится, что техническая проблема не была вызвана кибератакой, однако причина сбоя не уточняется. Владелец нескольких ресторанов в Швеции заявил, что сбой связан с тем, что все рестораны «Макдональдс» подключены к единой глобальной сети. В этом вся беда, заключил бизнесмен. В цифровую эпоху трансформацию переживает и спорт высших достижений. Каждый атлет знает, сегодня важны не только рекорды, медали и титулы, но и хорошая цифровая репутация. Иначе говоря, хочешь добиться успеха, финансового благополучия, будь добр, веди соцсети и следи за тем, что в них происходит. Нашему собеседнику, чемпиону мира по боксу, приходится мериться силами не только физически на ринге, но и словесно в интернете. За счет контента можно продвинуться в карьере, привлечь внимание СМИ, спонсоров. Имидж спортсмена должен вызывать интерес пользователей. И одного таланта уже недостаточно. Успех измеряется количеством просмотров, лайков и подписчиков. Имидж имеет решающее значение, особенно для российских и белорусских спортсменов. Их допустили до летней Олимпиады в Париже, но в нейтральном статусе. Причем принять участие в играх смогут только те, кто не поддерживает войну в Украине и не связан с силовыми структурами своих стран. Проверки подлежат в том числе публикации атлетов в социальных сетях. Яркий пример того, как важна сегодня цифровая репутация. Ли-репутация не только компознатная репутация. И часто мы видим, что ли-репутация является университетом, но также университетом, который является университетом для реализации. Мы видим, что в спортивах, это феномене дембалленно на социальных сетях. И также университет психологический для спортивных. А несколько месяцев, 6 русских и 5 биелоруссов являются по-настоящему квалифицированными как атлетами индивидуальными, особенно в cyclisme, в луте и в натацию. И для некоторых, их университет уже защищает. Но Комитет Олимпийский обеспечит, что контроль для лидентства номерных функционирует, и что имя из этих спортивных будет скрутить Продолжение следует... Jade Levin, Euro News, Paris.